Всем привет дорогие друзья! С вами Максим, последний эпизод видео прохождения Ultimate Spider-Man Total Mayhem HD. Высокая сложность, все дела. Позвольте представить спонсора. Игровой канал Владимира. Заходи, посмотри, что интересного может найдешь. Тут тебе и экшены, и ужастики, даже гоночки сможешь отыскать. В общем, разносторонний играющий человек. Канал поиграем. Если не боишься случайно наложить себе в штанишки при виде очередного монстра в резиденте, подписывайся на канал или беги в ужасе смотреть развлекательные приключения святых в аду. Эй, гоблин, гоблин, так можно обозвать текущий уровень игры. Гоблин и Человек-паук заодно от заголовок Daily Baggle. А мы тем временем летаем по городу на своей паутине, выискивая гоблина. А Нормана Осборна нужно наказать. Цепляемся за разные столбы, а также уничтожаем защитных дронов. Кто их тут только расставил для защиты города? Ну от кого? От симбионтов? Они вроде бы не летают, ну за исключением одного черненького человека-паука. Гоблина, может быть, хотели атаковать. Он же тут прыгает по зданиям. Смотрите, тут был путь влево и вправо. Я двинулся вправо, разбивая этих дронов и собирая артворки. То есть рисуночки. На момент окончания этого эпизода я не буду просто так завершать видео, а посмотрю рисуночки в галерее. Из тех, что я собрал. Естественно, это будет не все. Несколько я пропустил намеренно, так как не хотел тратить свое время. Но сейчас должен сконцентрироваться на одно впереди. Финальный босс Нормана Осборна, это зеленый гоблин. Сейчас ни в коем случае нельзя падать. Падение означает то, что ты начинаешь весь уровень, хоть он не такой длинный, с самого начала. То есть действительно падаешь. Написано, вы потеряли свой путь. В предыдущих локациях, когда ты падал, можно было провести по экрану снизу вверх. Ты оказываешься недалеко от места своего падения. И вот он босс, вот он гоблин. Я должен найти это противоядие. Оно должно быть близко. Твоя проблема, гоблин, в том, что я еще ближе. Наступает битва. Смотрим, рогатый зеленый гоблин, словно демон из ада, начинает воспламеняться, кидать нас фаерболы. Я не парюсь, уклоняюсь, он бежит вперед. Пытался наступить на нас, словно носорог. Что такое? Очередная попытка. Ему почти что удалось. Я уклонился. Все эти взрывы действуют на меня не слишком-то положительно. Чувствую, он подустал. Вон он сидит. Быстрее атаковать. Немножечко что-то я промедлил. Слишком мало жизней было отнято. И все-таки его пламя задело человека-паука. Все эти огненные кольца. Нужно удаляться. Убегать. Как еще иначе избежать их воздействия? Да никак не получается. Опять куча фаерболов. Я нажимаю кнопку уклонения. Трачу свою паутину. Видим, на уклонение тратится запасы паутин. Если кто до этого во всех эпизодах не заметил, Гоблин снова прыгает наверх. Видимо, сейчас будет атака с воздуха. Да, но это не простая атака зеленой туши. Он кидает нас в фаерболы. Да видим, что они не... Они очень даже особенные. Блин, и сам он на меня прыгнул. И подустал. Отлично. Именно в этот момент мы делаем контратаку. Из него и извлекаем некоторое количество жизненно важных зеленых сфер. И продолжается бой. Давай. Вновь раскидывает свои кружочки по полу. Как еще их назвать? Непонятно. Они взрываются, когда настигают человека-паука. И вновь фаерболы. Ничем ты меня уже новым не обрадуешь, да, Гобби? Зеленый, ты мутанг. Вновь подустанешь. Тебе дам по рогам. Получу жизни. И так несколько раз до финального завершения. Полной победы человека-паука. Вновь фаерболы с неба. Видим, что от их центра распространяется круг, который может нас задеть. А также горизонтальные и вертикальные прямые линии. Ух ты, блин, атаковал меня. Вновь зацепил. Теперь я ему контратакую. Единственный способ избежать вот этих вот фаерболов с неба. Это прыгать по диагонали. То есть, например, вправо и вверх. Влево и вниз там. И так далее. Какие... Смотрите, фаерболы. Практически самонаводящиеся. Их траектория корректируется. Очень непросто от них убегать. Но я справился с этой задачей. Давай, на поле брони вновь выступает гоблин. Вновь закидывает маленькими детскими фаерболами. Контратакую, уклоняюсь. Закидываю их своей паутиной. Давай, твой следующий шаг. Это вновь. А, не получается. Я думал, можно было прыгнуть. То есть, только когда ты наступаешь. Но вот эти вот красненькие кружочки тогда взрываются. Ай. Попытался сам атаковать, но череду ударов получает Человек-паук. Но теперь может контратаковать. Замочим же гоблина. Насколько я полагаю, осталась лишь одна итерация. Один раз должен подустать. Рогатый черт. Надаем ему люлей. И одержим победу. У нас полжизни. У него ровно одна атака до окончания. Вот и все. Нужно продержаться. Не дать себя в обиду. В общем-то, парень еще может перехватить инициативу в свои руки. Это же Норма Носберг. Это хитрейший, злейший враг Человека-паука. Зеленый гоблин. Ай. Даже, видели, он отпрыгнул. И даже в этот момент он смог повредить паука. Вот забег в одну сторону, забег в другую. Я не могу уклониться ни разу. Да что со мной не так? Вставай, гоблин. Уставай. Мы его... Смотрите, смотрите. Кидаем пулями, его паутиной. Да, он приуныл, парень. Но теперь-то мы сможем одержать вверх. Питер. Ты мог бы быть моим верным преемником. Город мог бы быть нашим. Столица. Империя Осборна. Мне нравится город таким, как он есть, Норман. Спасибо, пацан. Остальное мы берем на себя. А что там с симбионтами? Когда ящер вновь стал Куртом Коннорсом, он чувствовал себя таким виноватым, что работал над противоядием за двоих. Все это безумие закончится в течение нескольких часов. Надеюсь, вы, парни, знаете, что делаете? А не передадите ли Нику Фьюри привет? Он благодарен тебе, пацан. Как и все мы. Мы бы не справились без твоей помощи. Без проблем. Рука помощи – мое второе имя. Но впредь постарайтесь обойтись как-нибудь без взрыва. У меня впереди жесткий экзамен по химии. На этом закончилась схватка с Зеленым Гоблином. Парни из Щита взяли его под стражу. Посадят в невероятно, она на долбящую тюрячку в Нью-Йорке. А мы пока можем жить спокойно до следующих приключений Человека-паука. Это старый заголовок, мы только что видели старую газету. Отдыхает спокойно паучок. Это ты! Да-да, я знаю, окей? Я урод. Спасибо тебе, Человек-паук, ты спас нас. Ты совсем не урод, я клянусь. Пожалуйста, не выкладывай эту фотку в интернет. Даже не хочу знать, как Джей Джей Джеймисон извратит это. Вот наш герой улетает. Все, была последняя заставка, приключения окончены. Но данный эпизод, видосик, еще не подошел к концу, как я и обещал. Давай-ка посмотрим экстракты, экстракты. Там фоточки и картиночки, не фоточки, прошу блядь, картиночки, которые я собирал. Зеленый гоблин, я думаю, что промотаю их довольно быстро. Капитана видели. Кто хочет посмотреть поподробнее, легко может на паузу нажать. Человек-паук и вновь гоблин. Ну, я так понимаю, большинство картинок будет посвящено боссам из этой игры. Если не всем, там мы видели Электро, Песочный Человек, Кровен, Кровена не было в этой игре. Очень жаль. Обложка первого альтимейта, третьего или какого-то такого, ну из первой десятки. У нас Паучок на столбе сидит. Нормально, Электро, Альтимативный, почти что Негр. Маска Паука. Октавиус. Опять же, один из самых злейших врагов Человека-паука. Жалко, что нельзя картинки листать напрямую. То есть ты открываешь и начинаешь листать. Постоянно нужно возвращаться назад. Еще Кровен. Так, Паучок вверх ногами сидит. На водонапорной башне или что-то таком, с наручниками. Паучок Вином. Страшнейший монстр. Здесь симбиотический паук, а здесь настоящий Вином. Только Эдди Брок в костюме симбионта является злейшим монстром. Симбиотический паук, так себе пацан сопливый. Икс, видимо, столкновение с людьми Икс. Или встреча, можно назвать по-разному. Там будут еще обложки с людьми Икс. А пока что мы видим Доктора Октавиуса. Какие-то красные испарения. Карнаж. Естественно, это был Карнаж. В Ultimate Вселенной карнажом успела побыть Гвин Стейси. А если быть совсем точным, ее клон. И даже тетушка Мэй была карнажом. Невероятно. Паук и Валверин и Вальтимейт и в оригинальной вселенной являются, так скажем, особыми друзьями. Тут был Паук и Мстители, Паук и Джонни Шторм. Паук и какая-то садомия, творящаяся вокруг. На стене висит наш добрый сосед. В паутину запутал его кто-то для анальных извращений. Так, не могу пролистать. Это, это похож на Гоблина, но я почему-то не уверен. Может кто-то подскажет. Точно Гоблин был? Ядовитые какие-то испарения, будто Человека-паука поливают зеленым дождем. Это Лунный Рыцарь вроде был. Так, Женщина-кошка. Старуха. Старуха. Нам не нравятся старые тетеньки. И Электро, я полагаю. Так, по-моему, назад. Вперед-назад мотаю. Какие-то китайозы. Я, честно говоря, не втыкаю, кто они похож на Де Девила. А, возможно, опять Карнаж. Еще больше старинной старухи, Женщины-кошки. Или это Сильвер Сейблман. Наверное, это Серебряная Особорь. Дэдпул, это ты? Не уверен. Что-то я не уверен. Какие-то парни неизвестные мне. Но смотря на эти обложки, я понимаю, что читал я Ultimate Spider-Man, а не полностью. Читал сборник, вернее, с первого до последнего номера, волюм один издательства ИДК. Но что-то вот, вот говорю же. Смотрю на обложки. Ой, симбио... Это пауки из разных вселенных. Вернее, не разных вселенных. Это клоны, это клоны пауков. Вы сами их видели. Мне очень нравится женский клон Человека-паука. Вот в этом черном костюме тканевом, который напоминает симбионта. Так вот, смотрю я на обложки и думаю, что от ИДК были совсем не все Ultimate Spider-Man номера. Они как-то выбирали или сюжеты, или избраны у них были. Вот этого я точно не читал, хоть он и входит в волюм один. Так что, кто изображен, я не представляю. Возможно, это тоже гоблин. Вот это однозначно был Норман Осборн. Таких вояк я не помню, увы. Это зомби? Зомби-паук? Очень похож. Точно, там был не гоблин. Я только что видел Норман Осборн. Возможно, даже со своим сыном Гарри дрался. По-моему, это был Гарри. И к смене. К смене хороши. И в Ultimate, и в оригинале. Веном, это ты? Или это другой симбиот? Жук? Это жук. Мстители нападают не пойми на кого. Кто это, парни? По-моему, это еще один владелец симбиотического костюма. Даже, возможно, негр. Не помню я, что такое. Это Халк. В Ultimate, в середине он серый. Мэри Джейн решила кого-то замочить. Маска валяется, предвещающая о смерти Человека-паука. Это уже ближе к концу первого номера. Тут мы видим опять старуху Black Cat. Еще паучок. Видим, что две картинки. Всего лишь две. Паучок и Мэри Джейн. Китти Прайд. Она была его телочкой в Ultimate. Две картинки я не получил. Всего лишь две. Мне казалось, что у меня как минимум половины нет. Давайте посмотрим. А, еще есть фоточки. То есть во время битв можно было делать фоточки. Или что это? Или нет? Это установить рекорд можно. А вот в разделе фоток... Вот они. Вот они. Можно было нажимать в фотоаппарат, когда я дрался. Но использовал я эту возможность не всегда. Давайте-ка я пролистаю до своего самого любимого красавца. Вот же он. Наслаждаюсь его потрясающим видом. Это последний эпизод видеопрохождения Ultimate Spider-Man Total Mayhem HD. Пишите комментарии, ставьте лайки. С вами был Максим. Всем спасибо за просмотр.